Привет друзья! С вами вновь Виталий. Сегодня я хотел посвятить видео двум важным понятиям. Понятие, которое у всех на слуху. Это слово мотивация. Мотивация такая-то, мотивация такая-то. Очень часто эти словами апеллируют к нам, пытаются нас к какому-то действию, сподвигнуть поступку, принятию решения и так далее. И все время говорят слово мотивация. Какая у тебя мотивация, что тебя мотивирует и так далее. Первое понятие. И второе важное понятие вдохновение. Про вдохновение говорят очень мало. Потому что это слово как бы считается творческим. То есть вдохновляется творческий человек. И это слово в повседневности к деловому бизнесу, к какому-то образу жизни, к какому-то продвижению, развитию, познанию чего-то и так далее. То есть слово вдохновение очень редко применяется. И поэтому такая существует проблема. Непонимание, где находится мотивация сама по себе. И мне хотелось сегодня эти два пункта развести и показать, что они существуют одновременно. И мотивация, и вдохновение для каждого человека. Эти два слова очень важные. И важно понимать, где они находятся в нашей повседневной жизни. Потому что, когда вы движетесь к успеху, и когда вы проваливаетесь в какую-то яму, вы начинаете искать виноватого. Или у вас возникает вопрос, что делать. И вы, значит, бежите искать новые какие-то навыки, осваивать, структуры устраивать и так далее. Бизнес-школы посещать, или мотивационные школы какие-то. Много сейчас самых важных структур, востребованных обществом. И вы туда движетесь. Правильно, молодцы. Респект вам, молодуха. Но там очень мало говорится об этих двух вещах. О мотивации и о вдохновении. Сегодня я вот сюда зачеркнул, как бы, этими словами, вдохновение и мотивация. С прошлого видеоролика, когда мы говорили о вкусе и о пользе. Так вот, такая мотивация, это как бы, да, это вкусно, это сытно. Нам дает сытность такую, да, такая ассоциация с питанием. Это мотивация. А когда вдохновение, вдохновение, нам дает вдохновение что? Нам дает оно эффективность, результативность и пользу, как ни странно. Как ни странно. И эти понятия мы зачастую вот путаем. Когда ориентируемся, ориентируем нашей мотивацией, становится принятие решения. То есть мы принимаем решение, чтобы совершить какое-то действие. Чтобы направить какие-то ресурсы куда-то, да. Мы что делаем? Мы спрашиваем себя, что меня мотивирует? И в ответ приходит нам ответ такой, эмоционально. А что ты хочешь? Чего ты хочешь достичь? И вот сегодня я смотрел видеоролик большой, смотрю видеоролики «Бизнес молодости». Интересно, ребята грамотно подают такой материал на простом языке для нас, бестолковых. И там также говорится, а что вы хотите? Какой результат хотите достичь? Эмоционально, эмоционально подходит. Какой результат? Напишите этот результат, там, измеряем в деньгах. И вот измеряем в деньгах результат, и люди пишут. Не пишут, мотивируются каким-то состоянием эмоциональным, к которому они привязывают, допустим, приобретение автомобиля, дома, достижение какой-то вот этой цели, такой скоротечной, скажем, цели. И мотивируют себя, как бы, этим результатом. И под этот результат выстраивают структуру бизнес-процессов, собственного поведения, там, и так далее. То есть переворачивают свою такую структуру мировоззрения, своего относительно бизнеса. Но мотивация, мотивация на основе эмоций, принятия решения, потом приводит этих людей в замкнутый круг такой, в замкнутый, когда, вроде бы, ты все сделал правильно, получил результат, достиг этих, там, сколько там, сотен тысяч или миллионов, там, рублей. А удовлетворения у тебя нету. Нету. Ты купил машину или что-то еще сделал, а внутреннего удовлетворения, что ты сделал, что-то классное, важное, у тебя нет. Нет внутреннего результата. Что это было? Все правильно, все важно. Почему это происходит? Почему? Почему потом вы откатываетесь назад, провалитесь в яму? Не можно понять. Нету удовлетворения от жизни. Нету вкуса жизни. Я сделал все правильно, получил миллионы, и укипалки. И ничего не произошло со мной-то лично. Ничего не произошло. Я для чего это все делал? Для чего я старался все делать? Выполнял все эти бизнес-процессы, напрягал себя, людей. Перестраивал свое мировоззрение, ходил на бизнес-школу или мотивационную школу, личностного роста и так далее. А ничего не происходит у меня в сознании. Никакого вспышки нет, никакого вкуса нового нет. Что мы делаем для этого? Мы тогда идем, приобретаем пристрастие к препаратам нашего возбуждения, алкоголь, еще какие-то препараты растительного происхождения, которые именно запускают нервно-химические процессы, электрические процессы в нашем организме, биологические. И мы получаем тот результат, который хотели бы иметь. А его у нас нету. И поэтому у нас мы опять попадаем в такую яму все. Про эту яму все рассказывают. Вот у вас выросли, вот вы опять в яме, вот вы опять растете и так далее. Эта яма получается потому, что у вас мотивация не там находится. Она находится у вас вот здесь. Понимаете? Вы берете слово, это мотивация. И садим его вот сюда. Мы берем понятие и слово мотивация и весь ряд за ним, который следует. И он находится у нас вот здесь. И здесь принимается решение. Решение. И сюда мы что делаем? Что мы перемещаем сюда? Мы перемещаем сюда эмоцию, соединяем ее с мыслью и получаем некое мотивационное решение. За которым мы делаем действие. А сюда-то мы что принесли? Сюда-то что? Что мы тогда почувствовали, получается, здесь на выходе? Мы почувствовали себя некомфортно почему-то. Потому что мотивация находится не здесь. Здесь для принятия решения нужно вдохновение. Берем это понятие, это слово вдохновение. И приклеиваем его вот сюда. Приклеиваем себя. Вдохновение. Эмоцию вы убираете от принятия решения. Эмоции здесь не место. При принятии решения эмоций не должно быть. Это я вам утверждаю, категорично утверждаю, что вот это правильно, это истина. И вы, когда принимаете решение на основании эмоций, Вау, машина, там, Бентли, Вау, Вау, ну, тебя взрывает эмоционально мозг твой. Хочу такую машину, она стоит там 20 миллионов рублей. Вау, хочу ее купить. Это эмоциональное решение. Эмоции находятся вот здесь. Вы получаете эмоции, мысль, хочу, и принимаете решение купить. Купили, а на выходе у вас ничего нету. Здесь у вас ничего нету. У вас эмоций уже нет. В перспективе у вас отсутствует вкус жизни там. Вы ищите, как бы, себя простимулировать. Как появились эмоции. Вы начинаете демонстрировать свой автомобиль людям. Начинаете на нем ездить. Показываете себя на каких-то встречах, мероприятиях. Всячески там себя демонстрируете с этим автомобилем. Ассоциируете людей, что вас люди ассоциируют с этим автомобилем. И так далее. Ваш социальный статус, так далее. Вся эта такая пирамида внешнего, внешнего отношения с миром. Но внутри ни черта нету. Ни черта нету вообще. И у вас опять возникает проблема. Так, так, надо опять другое, что-то хотение, какую-то машину другую, что-то другое, девчонку другую, бабу, так говорится, другую. Ну что-то, что-то у меня будет попрёт. Попрёт мне эмоции вот здесь вот вы уловите. Я вам уговорю, здесь надо ловить вдохновение. Вдохновение на чём основывается? На основе чувства. Чувство должно быть у вас. Тогда у вас будет, да, принятие решения на основе мысли и чувства, вдохновения, решения, действия. Действие приведёт к результату, который вам даст эмоцию. Вот здесь мотивация находится. Там, где находится эмоция. Вот она, где мотивация. Мотивация? Какая мотивация? Повторить. Мотивация, вкус жизни. Мотивация в эмоциональном мозге соединяется. Весь биохимический процесс в голове. Взрыв этот происходит. И повторить надо это всё. Повторить, повторить, понимаете? На другом уровне, на другом уровне развития, самосовершенствования и так далее. Рост у вас должен быть вверх, качественный. Здесь качественный рост. Здесь количественный рост, когда вы сюда эмоцию зафигачиваете в принятии решения. То у вас будет просто количественный рост. Вот так распространяется, как говорят, да? А качественный рост нет. Вот этого скачка, что я на другом уровне, что мне кайфово от жизни, что что-то во мне большое и серьёзное. Нет этого у вас. И вы начинаете скакать, как лошадь, как конь, как говорится. Везде. То есть я сегодня буду сказать о двух важных понятиях. О мотивации и вдохновении, которой вдохновения в вашей жизни нет. Вот у меня сейчас вдохновение. Я утром проснулся и всё. У меня вдохновение записать этот видеоролик. И я не понимаю. Мне просто прёт. Мне чувство такое офигительное. Я принимаю решение сейчас записать видеоролик. Я вдохновлён. И этим результатом, этим ростом, у меня получится что? Результатом. Ролик. Выйдет ролик. Я что сделаю? Я его посмотрю сам. У меня будет эмоциональное удовлетворение. У меня эмоции появятся. Вау, здорово. Интересно. Мне само интересно смотреть. Я смотрю, наверное, один свой канал. Но, тем не менее, я надеюсь, что вы когда-нибудь, кто-нибудь, вы зайдёте и будете смотреть этот канал. И вы поймёте, о чём тут речь. О чём тут речь. Что мотивация здесь находится. Там, где находятся ваши эмоции. Эти эмоции мотивируют вас. Мотивируют вас, понимаете? Движение внутри вас образуется. То есть, эти все процессы у вас замыкаются. И вы переходите на другой уровень. На другой уровень, который создаёт успех. Ваши желания достигнуты. И, соответственно, вы мотивируетесь повторить эту цепочку, это вдохновение. Это вы не виноваты. Это не вы не виноваты. Это текущая экономическая такая модель существует в мире. В нашей стране модель потребления. Об этом я могу сказать вам побольше, да. Обязательно. Потому что текущая модель потребления основана на 7-минутной какой-то выполнении задачи. 7-минутная задача выполняется с помощью эмоций. То есть, меня эмоционально. Производитель подталкивает рекламой, обёрткой, упаковкой какого-то товара или услуги. Чтобы я сейчас потратил свои деньги на то, чтобы приобрести, потребить, как говорится, данный продукт. Это эмоциональное принятие решения. Я его принял решение, приобрёл какой-то продукт, попользовался сегодня, и мне уже никакого кайфа от него нет от этого продукта. Это потому что на основе эмоций. Это такая модель экономического... Ну, не знаю, что это развитие, конечно, такая небольшая деградация общественная. Когда общество принимает решение на основе эмоций. И вы в том числе, так как вы находитесь в этой бизнес-процессе экономической модели, или в отношениях между людьми, вы находитесь также в этой общественной модели эмоционального принятия решения. Но вы-то находитесь в модели, вы действуете там, модель... А вы-то живёте-то отдельно, хотелось бы вам пожить в своём собственном мире, в своём собственном уровне каком-то значимости, собственной внутренней значимости, роста своего. Как бы относительно общественной модели, это отвинуться маленько, выделить себя. Тогда надо принимать более разумную структуру. Здесь находятся у нас вдохновение, чувства и мысли. Дальше мы двигаемся, получаем результат, получаем результат, получаем эмоции. Получаем эмоции, получаем вкус. Вкус жизни, такой внутренний ваш вспышка, инсайт и переход на новый уровень. Понятно? С вами был Виталий. Пишите, звоните, подписывайтесь, обращайтесь. Комментируйте. Надеюсь, когда-нибудь вы увидите этот видеоролик. Ладно, пока, ребята. Будьте...